На прошлой неделе завершилась экспедиция сотрудников научного отдела и экологического просвещения Ритинского реликтового национального парка. Как сообщает заведующий отделом науки и экологического просвещения Инга Тания, основной целью экспедиции явилось изучение труднодоступной и малопосещаемой вершины Западного Кавказа – горы Ачебах. Ее вершина возвышается на высоту 2100 метров над уровнем моря. Более 35 лет ученые не посещали эту территорию. Участники экспедиции начали свой путь с дома лесника в Кужбояшчинском лесничестве и направилась на восток в сторону реки Пшицы. Проехав 20 километров, остановились на поляне Шмаку. Переночевав, рано утром они начали восхождение на гору Ачебах с юго-востока. Тропа, по которой шла экспедиция, была очень сложная. Путь проходил через субальпийские луга из борщевика, аконита, окопника, крапивы и других видов. Ближе к вершине открылся совершенно нетронутый человеком ландшафт с карстовыми воронками, а цангуарами – небольшими ареалами воровников. Это доледниковый тип луговой растительности, в которой доминирует вороновья красивая, теперь уже редко встречающаяся в субальпийском разнотравье. Разнообразие видов не переставало удивлять. Преодолев сложности, вышли на северо-восточный склон, где начали обследовать территорию, отбирая растения для гербария. Сотрудники научного отдела экологического просвещения РРНП изучали редкие эндемичные и реликтовые виды. Ими были обнаружены новые виды для Рицинского реликтового национального парка. Например, ятрышник Шпицеля, ранее описанный Альбовом в 1895 году в Абхазии как вид ятрышник зеленобуры и двукисточник тростниковидный. Были также проведены популяционные исследования по 11 видам. За один день участники экспедиции собрали около 200 листов гербария. Таким образом, маленькие открытия уже сделаны, а камеральная обработка собранного материала еще принесет свои результаты.